МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горячей воды в кранах осталось терпеть недолго. Здесь видно, какие осужденные состоят на учете, какие у них нарушения произошли. Гуманные наказания. За нетяжкие преступления теперь получают не тюремные заключения, а браслет. В революционной карте он работать может. Вот как ежедневно это. Почему инвалиды отказываются от вакансий? На координационном совете сегодня обсудили, как город заботится о людях с ограниченными возможностями. Долгожданная реконструкция набережной перевернула жизнь нефтьюганцев. В часы пик автобус преодолевает расстояние в одну остановку почти 30 минут. У жителей южной части города в квартирах до сих пор не топят, а из крана течет только холодная вода. Между тем, у нефтьюганцки сегодня выпал первый снег. Анжела Галеева с репортажем. Уважаемые жильцы, в связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе снижены параметры теплоносителя возможной перебои в системе отопления и горячего водоснабжения. Администрация ЖУ6. Вот такие объявления появились на дверях подъезда в 14 микрорайоне. Жильцы недоумевают, почему до сих пор нет отопления и исчезла горячая вода. Казалось бы, все ремонтные работы на магистральных теплосетях были сделаны летом, и подвоха осенью никто не ждал. Но, как выяснилось, зря. Один стояк только теплый, все остальное все холодное. 76-летняя пенсионерка со второй группой инвалидности вынуждена дома тепло одеваться, даже несмотря на ковры на полу. О проветривании квартиры речь не идет. Холодно. В ванной не погреться. Горячей воды нет. И в пятницу не стал холодный змеевик, и стала холодная вода. Вот и все. И с тех пор вот так сидим. С пятницы. Звоним, звоним, бесполезно. Куда позвонили? В ЖУ6. Там что говорят? Когда нагрубят, когда как. Мы тоже позвонили в управляющую компанию. Там горячей воды нет, не только в этом доме. В 14-м микрорайоне, в 16-м микрорайоне, в 13-м микрорайоне, в 12-м микрорайоне. Наверняка вам известно, что ведутся работы по улице Набережной. Погрестки трубопровода магистрального на пятисотку. И в связи с чем снижены параметры теплоносителя. Специалисты ЖУ6 признаются в своем бессилии. В домах нет теплообменников, и всему виной температура в магистралях. Можно было бы терпимее относиться к отсутствию отопления. На улице все-таки не минусовая температура. Если бы не отсутствие горячей воды. Даже полотенцесушитель остыл вместе с водой в кране. У нас все дома подготовлены. Наши внутридомовые инженерные системы готовы на 100%. То, что приходит к нам в магистрали, то приходит и к собственникам в квартиры. В подвальном помещении отдельно воду мы не подогреваем, понимаете? Вот то, что зашло в дом, то и получили собственники. Если нет давления в трубопроводе, если обратка и подача одинаково 5,5-5,5, то о чем мы можем с вами говорить? Но жильцам о таких объяснении, что называется, ни холодно, ни жарко. Как нам пояснил глава администрации, температура 25-30 градусов в батареях, и этого вполне достаточно. Если температура окружающего воздуха 8-10 градусов, мы не будем доводить температуру теплоносителя до 75 градусов. Смысла нет сжечь газ. И так мы еле собираем денежные средства за коммунальные услуги, чтобы оплатить затраты. Система теплоснабжения в городе закольцована, и мощности котельных до сих пор хватало на подачу горячей воды всем микрорайонам. Этот же участок должен обеспечить зимой 14, 15, 16, 16, а 17 микрорайоны и мустоотряд и теплом, и горячей водой. С началом отопительного сезона начались проблемы, и их, в принципе, прогнозировали. Возможно, не в каждой квартире есть тепло, потому что фактически система домов подключена к системе теплоснабжения, но ввиду каких-то внутренних проблем самой системы, проблемы нехватки давления, пропускной способности, может быть снижены параметры. Как только сети на набережной сдадут, проблемы исчезнут, уверяют специалисты. Процесс осложнился тем, что одновременно строить пришлось не только теплотрассу, но и электросети, канализацию и ливневку. Причем из-за расширения дорожного полотна строителям необходимо было изъять старые трубы и проложить новые большего диаметра. На наш взгляд, как наша организация осуществляет работы, данные работы должны быть завершены на начало 20-го числа. Если они будут раньше закончены, раньше подтверждены, у нас нет никаких проблем с расключением, мы можем расключиться и раньше. Техническая часть работ на теплотрассе практически завершена. Проведена прессовка, осталось промыть трубы и проверить воду на соответствие необходимым параметрам. Если верить прогнозам, то к концу этой недели и тепло, и горячая вода должны появиться во всех домах. В принципе, никакой катастрофы и ничего существенного в отрицательном плане нет. Все идет в режимном порядке. В субботу теплотрасса полностью будет под теплоносителем. Реконструкция теплотрассы – это лишь один из рабочих этапов на набережной. Километровые пробки доставляют горожанам не меньше дискомфорт, чем отсутствие горячей воды. Есть сомнения, что строители вовремя успеют сдать объект. Вячеслав Арчиков уверяет – все опасения напрасны. Мы идем с опережением графика. Мы до 1 ноября, все работы будут закончены, как я обещал. Мы идем с опережением. И, безусловно, пусть жители не беспокоятся о том, что я слышал о том, что дорогу не откроем, что всю зиму будем страдать. Никто страдать не будет в зимнее до 1 ноября. Все работы будут закончены, и дорога будет открыта. Перед заказчиком и подрядчиком стоит немаловажная задача – сделать набережную качественно. Тем более, что на участке проходят все магистрали и проезжая часть. Контрактам предусмотрен гарантийный срок. Три года задумываться о ремонте дороги не придется, уверяют специалисты. Кроме того, проезжую часть расширяют в 2,5 раза. Склон с улицы Гагарина на набережную скошен на 20%, благодаря чему здесь появится автобусный маршрут. С сентября, считай, от управляющих компаний заметно возрастут. Собственники квартир начнут вносить плату за капитальный ремонт. Сумма будет зависеть, в каком доме вы живете – кирпичном или панельном, с лифтом или без. Кроме того, придется оплачивать и общедомовые нужды. По жилищному законодательству содержание домов – обязанность хозяев. А значит, чинить крышу или несущие конструкции обязаны собственники. А поскольку многомиллионную сумму за раз собрать очень сложно, то и придумали подобную систему. Начисление будет производиться только собственникам жилых помещений. За нанимателем жилых помещений плату за капитальный ремонт будет вносить муниципалитет. Плата за капитальный ремонт формируется у регионального оператора. То есть у нас есть такой югорский фонд, где и будет формироваться весь вот этот вот денежная масса. На сайте югорского оператора можно посмотреть план капитального ремонта для нашего города. Можно увидеть даже там в том плане свой дом и в каком году он поставлен в план. По плану в Нефтеюганске уже в 2015 году должны отремонтировать 22 дома. Сумма взноса формируется, исходя из типа жилого строения. К примеру, хозяева квартир в панельной десятиэтажке с лифтом увидят в квитанции норматив 13 рублей 85 копеек за квадратный метр жилья. То есть двухкомнатная квартира ежемесячно будет обходиться примерно в тысячу рублей. Все эти изменения в жилищном законодательстве, конечно, сформированы на государственном уровне и также спущены все нормативные документы на регионы. И мы все с вами вынуждены это исполнять. Это такой же закон, как и любой другой. Поэтому это не инициатива муниципалитета и даже не округа. Не советую и не уклоняться от данных взносов, потому что это обязательства. И все эти обязательства будут изысканы по суду и с начислением соответствующей пении. И еще одно новшество. Начиная с этой осени за тепло мы будем платить только в отопительный сезон с сентября по май. То есть платеж не будет разбиваться на 12 месяцев равными долями, как это было до сих пор. Соответственно, суммы за этот вид ресурсов в холодное время года тоже увеличатся. В понедельник, 22 сентября по всему миру пройдет акция «Всемирный день без автомобилей». В этот день авторюбителям и мотоциклистам предлагается отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. А самым активным вспомнить о велосипедных или пеших прогулках. На официальном сайте акции зарегистрировались уже 1800 городов из разных стран мира. В том числе России. Присоединиться к этому мероприятию могут все желающие. Тем более, что в Нефтьюганске сейчас самый оперативный и надежный вид транспорта вовсе не автомобиль и не автобус, а велосипед и собственные ноги. В Нефтьюганске уже третий год практикуется использование электронных браслетов для контроля за осужденными. Изначально западный опыт переняли, чтобы разгрузить тюрьмы. И многие не верили, что в российских условиях такая практика приживется. Однако сегодня такой вид наказания признают не только гуманным, но и эффективным. Как живется браслетникам, расскажет наш корреспондент. Дмитрий обычный человек. У него есть семья, амбиции и планы. Встретив его, вы вряд ли подумаете, что он носит электронный браслет, который помогает инспекторам постоянно держать молодого человека в поле зрения. Черная коробочка, закрепленная на ноге, работает в связке со стационарным контрольным устройством. Оно располагается в квартире осужденного. Если Дмитрий попробует выйти из дома в запрещенное время, вечером или ночью, прибор начнет посылать сигнал в контролирующие органы. Есть и другие ограничения. Браслетники не могут покидать город. Даже выехать на дачу запрещено. Это рабочее место оператора «Сэмпл». Здесь видно, какие осужденные состоят на учёте, какие у них нарушения произошли в течение того ограничения, которое на них возложено судом. Если какие-то нарушения выявлены, мы принимаем к ним соответствующие меры. Поначалу осуждённые не воспринимали подобное наказание всерьёз. Но после трёх срабатываний прибора вынуждены были отправиться в места не столь отдалённые. Сейчас большинство с пониманием относится к подобной мере наказания. В принципе, тех людей, которые согласны исправиться и действительно желают этого, оно действительно поможет. Где-то дисциплинирует, ограничения же всё равно какие-то есть. Не ходить туда, не ходить сюда и так далее. Честно говоря, абсолютно не мешает. В принципе, без проблем. Ну, в баню что нельзя сходить. В Югре электронные браслеты начали использоваться с 2011 года. Раньше даже за нетяжкие преступления люди нередко отправлялись за решётку. Тюрьмы были переполнены. Внедрение контролирующих устройств в какой-то степени должно было решить эту проблему. Да и любой согласится с тем, что лучше быть в браслете у себя дома, чем без него в казённом. Тем более, что одевают его, можно сказать, ненадолго. От трёх месяцев до двух лет. В зависимости от приговора. Данная мера наказания в виде ограничения свободы применяется к осуждённым, совершившим впервые преступления небольшой и средней тяжести. Это может быть как хищение чужого имущества по первой части статьи 158 Уголовного кодекса. Может быть угроза убийством. А также применяется в отношении осуждённых, совершивших дорожно-транспортные происшествия и привлечённых к уголовной ответственности. Это означает, что рецидивисты не вправе рассчитывать на электронный браслет. Также стоит упомянуть, что подобная мера наказания не отменяет других обязательных процедур. Ходить отмельчаться всё равно придётся. На данный момент в Нефтьюганске шесть осуждённых носят подобные устройства. Это на три человека меньше, чем в прошлом году. Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Спорт как профилактика правонарушений. Нефтьюганские спортивные школы и учреждения провели в детском доме «Святозар» презентацию своих достижений. Навстречу пригласили и нашу съёмочную группу. Презентация спортивных школ в «Святозаре» – это первая ласточка в новом направлении совместной работы спорткомитета, комиссии по делам несовершеннолетних и полицейских с так называемыми трудными подростками. В целом плотные взаимоотношения между профильными службами постоянны. Но сейчас специалисты решили активно и массово вовлечь этих детей в занятия спортом. В комиссии по делам несовершеннолетних у нас состоит 136 несовершеннолетних. Это ребятишки, в большей части гиперактивные, которым физкультура и спорт может дать направление. Ну да, где-то оступились эти ребята, где-то не так поступили. Но это не говорит, что они потеряны. Как говорят специалисты, очень многое зависит от окружения и компании, в которой оказались подростки. Поэтому необходимо вовремя перевести их внимание и энергию в нужное русло. И здесь лучшим вариантом станет спорт. К тому же в Нефтьюганске он представлен во всей красе, начиная от игровых командных видов, заканчивая всевозможными единоборствами. Все мы здесь собрались для того, чтобы показать детям, что такое спорт, какие виды вообще культивирует в нашем городе Нефтьюганске. Чтобы у каждого ребенка проникло в душе и в голове, конечно же, наверное, именно слово «спорт». Много очень детей, которые вообще ничем не занимаются. Я думаю, что именно сегодня какая-то маленькая мельчайшая ниточка будет, что они придут к нам. Стоит отметить, что и среди воспитанников Светозара есть спортсмены, которых знают по имени и фамилии не только в городе, но и в округе. Дело осталось за малым привить любовь к спорту и здоровому образу жизни каждому. И, как говорят чемпионы, сделать это можно, как всегда, только показывая личный пример. Встреча в Светозаре – это самое начало массового знакомства детей со всеми видами спорта Нефтьюганска. Но конечная цель – это, конечно, приобщить к спорту всех детей и подростков. А это порядка 30 тысяч человек. Сейчас регулярно посещают различные секции около 5 тысяч юных горожан. Ольга Кондрашина, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Очередной совет глав муниципальных образований округа прошел на этот раз в Югорске. Руководители обсудили наиболее актуальные для большинства городов и поселков проблемы и посмотрели, как их решают хозяева встречи. Первым в повестке дня стоял вопрос об опыте социального партнерства между городообразующими предприятиями и муниципальными образованиями. Как могли убедиться гости, в самом Югорске «Газпром Трансгаз» очень плотно сотрудничает с городом. Это подтверждает один тот факт, что 50% всех спортивных сооружений находятся на балансе компании. Югорске передача имущества на баланс муниципалитета началась лишь с 2000-х годов. То есть в тяжелые годы предприятие «Газпром Трансгаз Югорск» основную нагрузку взяло на себя. Прежде всего мы приняли жилой фонд, коммунальное хозяйство, объекты образования и здравоохранения, дорожную сеть. На балансе городообразующего предприятия остаются и по сей день, и не только содержатся, но и активно развиваются объекты культуры, спорта, молодежной политики и здравоохранения. В нефтеюганске соглашение с Роснефтью в этом году было подписано позже, чем обычно. По словам главы города Виталия Бурчевского, это объясняется экономической ситуацией в самой компании. Примечательно, что средства городообразующего предприятия в этот раз пойдут не на благоустройство, а на завершение долгосрочных проектов. Соглашение уже подписано, средства были определены еще в начале года, они полностью сформированы, и мы надеемся, что основную долю этих средств мы в этом году освоим. Это и завершение строительства объекта центроводных видов спорта, завершение реконструкции роддома, также связанное с проектом завершения реконструкции водочистных сооружений. То есть те объекты, которые, капитальный ремонт хирургии, то есть те объекты, которые были определены еще в предыдущем ежегодном соглашении, которые и реализуются. Помимо этого, главы обсудили решение таких вопросов, как порядок распределения средств на капитальный ремонт домов, реализацию закона об энергосбережении, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Доступная среда, трудоустройство, спорт. Как в Нефтьюганске решают проблемы инвалидов, сегодня обсудили на Координационном совете. С репортажем Мария Орехова. Одной из основных тем на Координационном совете стал вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. С января по сентябрь в Центр занятости населения обратилось около ста инвалидов, из них более половины были успешно трудоустроены. Они имеют в основном среднее общее и основное общее образование. Есть без специальности, без профессии, есть слесари, есть машинисты, есть охранники, парикмахеры. В основном они, два человека отказались от предложенной работы, и остальные у нас они работают на общественных работах, без снятия с учета. И тем не менее, безработных среди инвалидов даже с третьей группой хватает. Несмотря на принятый закон об обязательном предоставлении квот, многие предприятия в Нефтьюганске отказались принимать людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодателей тоже можно понять. Далеко не каждый труд подойдет больному человеку. Сторож один работает, ему каждый день скорую помощь вызываем. Ну какое же предприятие возьмет? А он это в революционной карте, он работать может. Вот ежедневно это вызываем скорую помощь. Опять вот вчера вызвали, опять увезли. Это постоянно. Поэтому на предприятиях не хотят с ними работать. Справедливости ради стоит сказать, что нередко инвалиды сами отказываются от предложенных вакансий. По правилам центра занятости, после второго такого отказа человек снимается с очереди на работу. Чтобы избежать подобных случаев, решили внедрять индивидуальный подход. То есть предлагать вакансию, исходя из физических возможностей конкретного человека. Надо вот работать правильно, вот с каждым инвалидом отдельно и с предприятием. То есть вот что мы хотим увидеть, куда его трудоустроить. Что я хочу туда трудоустроиться. И уже подбирать под эту организацию и работать с этой организацией. Физическая культура и спорт также немаловажная тема для людей с ограниченными возможностями здоровья нефтиюганска. Главной проблемой здесь является дефицит кадров. На сегодня функции тренера во всех секциях выполняет лишь один человек. К тому же на занятиях необходимо присутствие и здоровых людей, чтобы в трудной ситуации было кому помочь. Глухонемые пришли в спортивный зал, занимаются, предоставили все. Но с глухонемыми нет ответственного лица. А если пожар, пожарная сигнализация работала, как они это все услышат. То есть понимаете, в обязательном порядке. Вот мы сегодня просим, выходит общество ветерана, да, говорят, предоставьте нам. В последнюю очередь решили поговорить о доступной среде. Каждое учреждение города сегодня должно иметь паспорт о наличии пандусов, лифтов и специальных зон для слабовидящих. Но решив, что этот вопрос недостаточно проработан, перенесли его обсуждение на 26 сентября. Мария Орехова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». С любовью к спорту в Нефтьюганске стартовал второй этап конкурса среди учеников школ на призы главы города. Номинации «Спортивные достижения» во второй тур прошли 10 человек. Накануне ребята предъявили жюри и болельщикам свои презентации на тему «Путь к Алимпу». Жеребьевка по правилам спортивных соревнований. Вместо жюри – судейская коллегия. А вот эстафету или бой заменяет презентация на тему «Путь к Алимпу». Побеждал в этой жизни только тот, кто победил сам себя, победил свой страх, свою лень и свою неумеренность. Скромный юноша с тоненьким голоском – на самом деле волевой каратист. За плечами у Рамиля Гафарова десятки побед на татами. У каждого из этих ребят серьезное портфолио достижений. Кроме того, в этом году они его не просто показали, но и рассказали, как добились успеха. Если раньше дети отбирались по результатам документов, документального отбора, представляли грамоты, представляли свои спортивные достижения, результативность, то в этом году, как говорится, героев надо знать в лицо. Они сами представляют свои спортивные достижения. Они показывают презентацию с большой любовью, с творческим подходом, показывают путь к своему «Олимпу». Путь к «Олимпу» у этих ребят начался еще в начальной школе, а у некоторых и вовсе в детском саду. Сегодня они победители и призеры региональных и всероссийских соревнований в разных видах спорта. Это легкая атлетика, бокс, карате, спортивная акробатика. За каждой победой лежит путь, путь на «Олимп», путь к «Вершине», путь к успеху. Он нам нужен, он необходим, потому что через преодоление всевозможных препятствий и состоится человек. Компетентное жюри оценивало творческий подход, подачу, результативность и перспективы на будущее, в том числе и выбор профессии. Кристина Вершинина, например, хочет стать тренером по легкой атлетике. И не только. Ну вот я хочу попасть в сборную России, попасть на Олимпийские игры, представлять нашу страну. Пытаюсь быть примером для некоторых сверстников. Многие, по моему совету, начинают ходить также на легкую атлетику. Победителей конкурса на призы главы города ждет денежная премия. Юрий Изотович, Светлана Ряписова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Пускай в эти выходные у вас будет хорошее настроение. Не болейте. Всего доброго. До встречи.